Как сделать химки лучше, благоустроеннее и комфортнее? Эти и многие другие вопросы обсуждают представители власти в формате раз в две недели. Собираются все вместе за одним большим столом. Заместители главы, депутаты, руководители всех подразделений и лично сам глава химок Дмитрий Волошин. Все лето в разных микрорайонах округа ведут ремонт многоквартирных домов. Объем выполненных работ немалый. В 46 домах уже ремонт полностью завершен. Сейчас рабочие продолжают приводить в порядок подъезды, подвалы, фасады и контейнерные площадки. Отремонтировали уже 252 кровли. В этом году в Химках запланировано 93 подъезда в качестве капитального ремонта, в которые входят такие виды работ, как замена напольного покрытия первых этажей, это лакокрасочное покрытие, это ремонт поручни, это замена оконных блоков. У нас отремонтировано уже 29 подъездов полностью, которые сданы, и сейчас комиссия принимает их. Еще 42 подъезда, которые в ремонте, и уже подходят у них в стадии завершения. Продолжаются в округе работы по обновлению детских площадок. Установка малых архитектурных форм завершится к 1 сентября. Также заканчивают ремонт пешеходных коммуникаций и завершается асфальтирование дорог. По ремонту дорог в Ашутинское шоссе асфальт уложен, прошли положительные заключения экспертизы, планируется нанесение разметки. По пролетарской было одно замечание, вызываем повторную экспертизу на эту неделю, тоже, думаю, все будет положительно, сдадим. Особое внимание уделили над совещанием мерам безопасности. В Химках уже установлено более 300 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». В предстоящий период планируем установить в городе 47 видеокамер. Из них 40 камер видеонаблюдения будут установлены на детских игровых площадках и 7 камер видеонаблюдения на контейнерах, мусорных площадках. У нас 5000 камер с вами стоит, плюс покрыты все въезды-выезды. Но в первую очередь это большое подспорье для полиции по раскрытию преступлений. И ни одно, ни два раскрыты с помощью этих камер сегодня. Но, тем не менее, для нас является приоритетом, кроме подъездов и кроме дорог, это детские площадки. Традиционно в округе пройдут встречи в формате выездной администрации. Каждую неделю к профильным специалистам обращаются порядка сотни химчан. Следующая встреча состоится 29 августа в микрорайоне Новогорск-Планерная в 25-й школе. Обсудили на совещании и план массовых мероприятий на предстоящие две недели. У нас запланировано более 400 мероприятий. Накануне День знаний пройдет он 2 сентября. Начинаем мы ориентировочно с 10 часов. Задействованы 26 образовательных организаций. Мы готовы к открытию школы гимназии 23 в микрорайоне Сходня 2 сентября. Также, собственно, ждем родителей, детей. Во всех парках 31 августа проведут День открытых дверей. Запланированы мастер-классы и различные активности. Ну и в городском округе уже приступили к праздничному оформлению. К 85-летию украсят более 2000 объектов. А кафе и рестораны уже готовят праздничное меню. Юлия Самошина, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Ахимки ТВ.